Следующий вопрос. Если вот это вот третье постороннее лицо решило обратно отдать залоговый предмет. Говорит Ибн Кудама. Говорит, если третье постороннее лицо решило отказаться от держания в своих руках этого залогового предмета, то он имеет право на это. И два участника сделки, то есть залогодержатели и залогодатели, должны принять этот предмет. И это мнение имама Шафии. Потому что он доверенное лицо, которое хранит этот предмет по своему добровольному желанию. Говорит, поэтому он не обязан, что делать? Хранить его. И если хочешь отказаться от этого, то он может его вернуть. То есть, брат, вот этот вот договор относительно него, относительно третьего постороннего лица является лазим или джаис? Джаис может от него отказаться. Говорит Фаин Имтана. Если же эти оба участника сделки отказываются принять от него этот товар и заставляют его держать у себя, тогда судья заставляет их принять этот товар обратно. А если двух участников сделки нет на месте, пусть где-то в путешествии, в пути и так далее, то хаким назначает другое постороннее лицо, доверенное, и передает ему этот залоговый предмет от этого добровольного лица, третьего, который не хочет больше держать этот предмет у себя. Потому что, говорит, судья имеет право совершать за человека какие-либо действия, если человек отказывается от совершения этих действий без права. Это, иншаллах, вскоре. Далее, следующий вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok